Десять лет назад наш любимый город-герой Севастополь вернулся в родную гавань, в Россию. Дню воссоединения с Россией посвящается литературная композиция в исполнении Руслана Калагорит. Март называют утром года, мир пробуждается от сна, вновь возрождается природа, царит красавица весна, весенним дожечком умыты в прозрачной синей небеса. Деревья, цветом все покрытые, болеют словно паруса, щебечут не смолкая птицы в наряде свадебном медали, в улыбках расцветают лица, все голубей морская даль. А ведь могло быть все иначе, совсем недавно, десять лет назад, еще в немного неудача, жизнь превратилась бы в сущий ад. Хотели с западной службы кровавый преподать урок, бандеровцы свой поезд дружбы готовили, как страшный рок. За то, что Крым не на Майдане, вот и хермом не хочет жить, не скачет, как они в дурмане, с Россией вместе быть, дружить. Идут машины со взрывчаткой взрывать дома и корабли, жить, чтобы Крым весь мертвой хваткой, чтобы застонали москали. Какой могла быть наша участь, нам вскоре показал Донбасс, чтобы в жильящем страхе мучить, чтобы просто уничтожить нас. Но наша самооборона преградой встала на пути, и профашистским тем колонам Крым не позволило пройти. Сплотились все, кто за Россией, и для кого, как мать она, чтоб жить свободно, без насилия, чтоб не пришла сюда война. На референдум, как на праздник, шел каждый старый, молодой, и гордым был, что он участник борьбы с нацистской ордой. Стал судьбоносным в нашей жизни, до долгожданный, светлый март. Вернулись мы домой, к очизне, да был к свободе нашей старт. Лизнув об ними черноморская волна, морщинистых прибрежных скал зовут вершины, где можжевельник и пушистая сосна вернут нам юность, жизнь, сбриф седины. Мой Крым с екатерининских времен, держа бы гордостью и чести, оставался. Сам Пушкин был тобой окрылен, за Севастополь Лев Толстой сражался. Мой Крым подарком сделали тебя, хрущевским, ридной Украине. И речь родную, живя и гнобя, на мову заменить пытались. Но отныне пришла пора невзгоды всех забыть, вернувшись в лоно матери России. На русском думать будем мы, писать и говорить, на языке, которых ярче всех, роднее и красивее. Есть в истории нашей великой Родины события, Значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени И хранит память народная. Ведь память – это священное звено между прошлым и будущим. Наша жизнь, наша светлая радость в жестоких боях, Вашим подвигам, доблестью, жертвой ваши добыты, В вашу честь на земле обелиски до неба стоят. Нет, никого не забыт, и на веке ничто не забыто. На сцене солистка ансамбля народной песни «Каравай» Руслана Калагойда «Я любила сокола». Я любила сокола красивого, высокого. Я любила всей душой, а он в солдатушки ушел. Солдатам какая жизнью повезет, только держись. Сумочки загрохают, родители замахают. Говорят, что горя нет, горя начинается. У военного стола залетка призывается. Ох, залетка дорогой, как могли тебя призвать? И куда ж такой молоденькой поедешь воевать? Я не думала, на елочках иголочки растут. Я не думала, что миг лому винтовочку дадут. Я иду, а мне навстречу кустики смородины. Это миленькой уехал на защиту Родины. Ох, война, ох, война, да что ж она наделала? Угнала милого на фронт, румяного, белого. Ох, война, 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 да что ж она наделала? Взяла милого на фронт, а я осталась одна. Девушки, молите Бога, чтобы кончилась война. А не кончится война, не выйдет замуж ни одна. Я не знаю, где убит, я не знаю, где зарыть. Только знаю, что мой миленькой за Родину погиб. Я любила сокола, красивого, высокого. Я любила всей душой, а он в солдатушки ушел. А он в солдатушки ушел. Прозвучит для вас в исполнении ансамбля народной песни «Каравай». Ансамбля народной песни «Каравай». Ансамбля народной песни «Каравай». Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.